До среды столбик термометра не поднимется днем выше минус 20 градусов. Холоднее всего будет во вторник ночью минимум 30 мороза. От сибирских холодов жители республики ненадолго спасет снег. В четверг и пятницу минус 13-16 днем и минус 20 ночью. Выходные столбик термометра вновь опустится ниже 20. Со следующей недели мороз даст передохнуть перед крещенскими морозами. Всего минус 10-13 днем. Но уже в третьей декаде месяца выше минус 23 градусов не будет до февраля, обещают местные синоптики. Прошлый январь у нас наблюдался очень теплым. Сейчас температура ниже многолетних значений на 6 градусов. То есть это достаточно холодно. И в дальнейшем прогноз не оптимистичный. Потому что, согласно долгосрочного прогноза, конец января прогнозируется до минус 44 градусов. Кстати, холоднее всего будет в степных районах Минусинской котловине, Абакане, Черногорске и Первомайске. Обрадовал ли прогноз жителей Хакасии мы узнали у абаканцев. Щечки мерзнут, приятно очень. В Сибири живем, надо обязательно холодную погоду. Не люблю мороз, да. На море хочу. Я люблю зиму, которая сейчас. Прохладно и хорошо. Сейчас настоящая зима, а до этого непонятно было, как у Москвы сыр и грязный. Любить или не любить мороз – это дело вкуса, однако платить за него придется всем. Как сообщила абаканская ТЭЦ, после наступления мороза в задние сутки город в среднем потребляет повышенную норму 9 тысяч гигакалорий. Сейчас подача тепла составляет примерно 121 градус. Все по утвержденному графику. Так что удивляться расчеткам в феврале не стоит, говорят тепловики. Январь и февраль традиционно самые дорогие в коммунальном плане. Мария Добрынина, Станислав Колченаев, Вести Хакасия.